Всех приветствую, дамы и господа, я Роман Головин. Сегодня мы с вами поговорим о такой теме, как влияет бег и плавание на физическое тело и на тонкие тела. Недавно мы с Анастасией проводили ченнелинг по поводу того, как физические нагрузки влияют на духовное развитие человека. И вот ответ был, что физические нагрузки не ухудшают развитие духовного человека. То есть можно заниматься и бегом, и плаванием, в умеренных нагрузках, естественно, в жизни нашей. По поводу бега я снял лекцию, кто не видел, можете посмотреть. У меня на канале в YouTube есть лекция, насколько вредно бегать, полезно. Там я привел все данные, в том числе и из своего личного опыта. Когда вы чем-то занимаетесь профессионально в плане физических нагрузок на тело, это очень вредно. Это могу сразу сказать. Из собственного опыта, как с профессиональной точки зрения, как врач, как собственный практик. И с помощью того, что мы делали ченнелинги, это тоже очень вредно. Отражается на сердечно-сосудистой системе человека. Также мы проводили ченнелин конкретно по поводу сердца, сердечно-сосудистой системы. Это вызывает у людей износ сердечно-сосудистой системы. Разрастается жировая ткань, вместо мышечной, внутри. И в сердце разрастается жировая ткань. То есть это довольно-таки очень опасно. Если вы будете бегать для себя, трусцой, заниматься хайкингом, это такая скандинавская ходьба, сейчас в моду входит везде. Многие вы знаете, когда с палочками ходят, в горы поднимаются, просто в лесу ходят. Это очень популярная сейчас ходьба, набирает вес и в Америке, и в странах СНГ. Плавание это вообще идеально, особенно для водных знаков. То есть я сам плавал 5 лет, занимался 1 год водным полом, я знаю, что это такое. Плавание, во-первых, массирует тело, но опять же таки говорю, не профессионально. Только для своего удовольствия, пожелания своему, когда хочется в открытых водоемах, в море, в бассейне. Конечно, лучше не в хлорированном бассейне, потому что это очень вредно, дышать хлоркой постоянно. Вода, она отражает всю информацию, передает вам информацию. Когда вы плывете, вода делает массаж тела, кожи, мышц. Как-то я перестал заниматься в спортзале, качаться, то есть начал плавать в бассейне. Дабы у меня есть дома бассейн, есть где плавать. Где-то 3 месяца я плавал, и в принципе тело у меня было как у хорошего спортсмена-культуриста. Все иссечено мышцами, просушился я, все было видно. То есть довольно-таки позитивно отразилось на моем теле. Это не значит, что кто-то другой так же будет плавать, и так же все будет видно. Но если я же иду в спортзал, так мне надо тройную нагрузку давать, чтобы у меня появился какой-то результат. Не каждому подходит, потому как мы все разные, и знаки зодиака разные, и энергии у нас у всех разные. Если вы хотите заниматься, допустим, бегом, если вы хотите плавать, бегайте, плавайте, но вы должны понимать, что чрезмерная нагрузка, она ведет к износу физического тела. Нам дали физическое тело, мы должны за ним ухаживать, так же как за автомобилем, за какой-то вашей любимой вещью, нужно правильно питаться, больше отдыхать, меньше стрессировать, стараться контролировать свои эмоции. Нагрузки, они должны быть на физическое тело обязательно, но не чрезмерные. То есть это растяжки, это йога, да, плавание отличное. Немножко можно там делать упражнения в спортзале в свое удовольствие. Никаких тяжелых, супертяжелых, конечно, весов. Это все приводит к износу физического тела, у вас появляются дополнительные стрессы, любая тяжесть, любая нагрузка, это стресс на организм. Физическое тело, оно связано очень плотно с эфирным телом, поэтому все, что отражается на физике, переходит на эфирное тело и наоборот. Более тонкие тела, они уже меньше подвержены этому, там уже больше другой механизм работы, другое воздействие идет. Как говорится, в здоровом теле, здоровый дух, такая пословица очень хорошая с древности пришла. Когда вы поддержите тело в идеальном состоянии, идет взаимодействие с тонкими телами, если вы ничем не болеете, у вас много энергии, вы жизнерадостный человек, то есть вы все время в тонусе находитесь. И, естественно, будет легче идти и духовное развитие. И вот это небольшое физическое напряжение, там спортзал или ходьба, плавание, оно, конечно, будет вас сподвигать, закалять вас будет, когда вы будете ходить. Вот многим не хочется, а вы берете себя и идете, например, гулять, прогулки, например, вечерние, очень полезные, либо дневные прогулки. Либо чуть-чуть бежите, чуть-чуть идете, чуть-чуть бежите, чуть-чуть идете. В то же время можно параллельным дыханием заняться. Сейчас очень много различных видов дыхания. У меня на канале даже есть видео-лекция, посвященная дыханию, с задержками дыхания, чтобы активизировать накопление кислорода в организме, чтобы боли питал каждую клеточку кислородом. На духовное развитие это влияет, конечно же, вы закаляете себе, вы можете с помощью различных тренировок усилить силу воли, закалить, так себя сказать, и таким же макаром перенести все это на духовное развитие. То есть все-таки влияет занятие спортом, потому что спорт, он меняет человеческую жизнь, он закаляет, он человека сгруппировывает, концентрирует на какие-то действия, он более таким сплоченным становится, целеустремленным, когда человек идет к своему развитию. Вот я себя вспоминаю, когда я в пятом классе впервые пришел в тренажерный зал. У нас на Щукинской, Строгино, да, в Москве была такая палатка надувная. Я, не знаю, в Москве еще где-то были эти такие палатки, там теннисный корт был и качалка. Вот мы втроем пришли, через два дня один отвалился, ходок, спортзал, через две недели другой, а я продолжал заниматься и по сей день занимаюсь до сих пор. То есть это вот говорит о том, что есть целеустремленность, сила воли. То есть если уже взялся за что-то, так уже и продолжаешь. Это все идет с предыдущей жизни, для тех людей совершенно другие цели, мотивация, им это не нужно. Опять же таки повторю, все долгожители, они никогда не занимались спортом. Спорт, он укорачивает жизнь человека. Поскольку он будет укорачивать вашу жизнь в физическом теле и ваши духовные тела, они не смогут дальше существовать без физического дела, придется перевоплотиться, заново родиться и уже дальше продолжать. Вы должны понимать, для чего вы занимаетесь спортом, что для вас спорт. Если вы преследите какие-то цели, например, у вас духовных целей нет, просто там достичь чего-то в физическом мире, это одно. Пожалуйста, занимайтесь, как Арнольд Швастнеггер. Он достиг всего, а теперь лечится до конца своей жизни, будет лечиться. Если же, допустим, у вас нет таких денег, как Арнольда Швастнеггера, и вы не такой успешный человек, просто занимайтесь для своего удовольствия. Я думаю, что сейчас очень модно стало, я спортсмен, весь мир бежит, Динамо бежит, Спартак бежит, как в советское время пропагандировалось. Я примерно представляю, на что это нацелена, пропаганда этих видов спортов. Я уже во многих лекциях это говорил. Профессиональный спорт, он точно уменьшает жизнь, однозначно. Многие, кто смотрит сейчас эту лекцию впервые, может видят меня, незнакомые со мной сейчас будут возражать. Да ты что там несешь, да ты такой-сякой, ты ничего не понимаешь. Я не буду сейчас спорить, я не буду в каждой лекции одно и то же говорить. Если вы хотите понять, о чем я говорю, чтобы сейчас я не останавливался за него, посмотрите некоторые лекции, которые я читал уже на моем канале, и про бег, и другие лекции. Если есть какие-то дополнительные вопросы, можете писать в комментариях. Если что-то, что-то там очень сильно интересует, то тогда уже можно снять дополнительную лекцию со всеми научными данными, вытекающими отсюда. Духовное развитие, духовное развитие, это такая вещь, которая необходима каждому человеку. И каждый, конечно, сам понимает под духовным развитием, либо это медитация, либо это отношение к себе, к окружающим, спокойствие, чтение духовных книг, нахождение в каких-то монастырях, обучение в монастырях, которое сопутствует разговору с духовными людьми, занятие медитацией. Но самое основное, это работа с самим собой, со своим внутренним миром. Когда ты изменяешь свой внутренний мир, подчиняешь себе свой внутренний мир, и твой мир живет по твоим законам, а не ты живешь по законам внутреннего мира, то есть организм сам по себе, ты сам по себе. Конечно, вот в этом плане, конечно, спорт, чисто с психологической точки зрения, да, он положительно влияет. Только вот лишь на физику влияет не очень хорошо, потому что физика, она не выдерживает таких нагрузок, чрезмерных нагрузок организму, надо отдыхать. И по себе я это знаю. Если ты каждый день начинаешь в спортзале пыхтеть, кряхтеть, даже на сыроедение, все равно чувствуется, что ты устал, тебе не хватает там этих 7 часов сна, ты должен спать там и 9, и 10 часов, чтобы восстановиться, либо несколько раз в день надо медитировать. Кстати, в ближайшем будущем я планирую опять же снять лекцию о бодибилдинге. Я уже там обещал людям на канале, потому что собирается сейчас некая информация, некое эксперименты делаю. Могу лишь сказать пока предварительно, что медитируя, очень много получается собрать энергии. Когда приходишь в спортзал, то есть реально увеличивается сила процентов на 15, от того, как ты помедитируешь. Вот очень зависит от того. Также мы проводили ченнелинг с Анастасией по поводу, как раз, ну, забегу вперед, просто кусочек такой расскажу. Интересно, наверное, будет кому-то. Если же заниматься духовным развитием, переходить на проноедение, хотя я обещал рассказывать про проноедение у себя на канале, но вот с чего-то надо начинать уже. невозможно перейти на проноедение без медитации, без подпитки с тонкого плана. Если не будете подпитываться с тонкого плана и просто чисто на физике находиться, очень тяжело. То есть практически невозможно перейти без занятий медитациями, не отказавшись от физической пищи. Когда мы отказываемся от физической пищи, уже нужно устранять, брать энергию уже с тонкого плана. То есть это очень важно. Для меня это более имеет значение. Для кого-то, кто-то, может быть, 30 лет голодал, организм уже внутри перестроился, тому, может быть, уже не нужно такое количество энергии. Для меня, наверное, на таком уровне, как я, нахожусь, как большинство из вас, кто когда-то захочет перейти на проноедение, неедение, как угодно называете, солнцеедение, нужна энергия, откуда-то брать, чтобы организм подпитывался. Вот приходится каждый день, некоторые говорят, даже по 2 часа сидеть в медитациях, чтобы эту энергию восполнить. То есть это очень хороший механизм перед соревнованиями, особенно, может быть, кто-то спортсмен профессиональный слушает мою видео и видит эту лекцию. Рекомендую заняться медитациями, это очень помогает накапливать энергию. Можно даже рекорды начнете ставить, когда научитесь правильно медитировать, чувствуете энергию, как входит. Тогда можно очень хороших результатов достичь и без всяких анаболиков, стероидов. Будете просто феноменальные результаты делать. Опять же, повторюсь, везде должен быть баланс. Если же есть баланс в физических упражнениях, пожалуйста, ходите, плавайте, бегайте, но в умеренных количествах, без фанатизма. Любой фанатизм, даже в сыроедении, чем больше я нахожусь на сыроедении, тем больше я понимаю, что любой фанатизм – это плохо. Захотелось съесть печеные картошечки, морковочки в духовке, но сделайте себе исключение, раз в месяц, в два месяца, либо риса пареного, ничего такого нет, разгрузите свои мозги. Когда люди начинают фанатеть, рвать на себе майки, я сыроед, пятилетний стаж, без срывов, я крутой, все сюда, ко мне на канал, я все знаю. То есть мы посмотрим на этих сыроедов еще через 5-10 лет, что с ними будет. Медитацией, как правило, никто не занимается, духовными делами тоже не занимаются, они чистые физики, живут на физике, кто-то из них может и заниматься, конечно, но в минимальных количествах этих людей очень мало, потому что, переходя на сыроедение, они не понимают одной вещи, что это духовный путь развития, это не просто там поддержка физического тела. Многие люди, когда начинают выделять физическое тело отдельно от духовных тел, они проигрывают. А когда начинают смотреть на вещи шире, да неважно, кто такой Бог, как его зовут, какая религия права, не права, белый, красный, это все можно отбросить. Чисто вот я, объект, физика, тонкие тела, духовная жизнь моя идет, а все остальное это второстепенно, жена, дети, муж, это все нужно, конечно, это все второстепенно. Первое, это духовное развитие. Если же вся семья идет по этому духовному пути развития, и муж, и дети, это вообще прекрасно. Тогда вы будете даже коллективно еще быстрее двигаться, и медитировать, и работать над своим тонким уровнем, своими эмоциями, желаниями. То есть очень-очень интересный, тонкий мир становится, как один интересный человек сказал, когда он медитирует, и рассматривает себя изнутри, ему гораздо интереснее это делать, нежели смотреть самые интересные передачи по телевизору. Но, конечно же, нужно этому научиться, нужно к этому стремиться. Очень много вещей существует, непознанных, всем хочется руками потрогать, а вот ты покажи, а вот ты докажи, что это существует, дайте нам за пятку Богу почесать, как он выглядит, все хотят все знать. Мы для этого и пришли сюда, нам заблокировали информацию, мы должны заниматься поиском. Истина не находится в одной книге. Невозможно взять, сейчас пойти купить, или какой-то вам маг, волх, или гуру-учитель даст вам в руку, скажет, ребята, вот здесь вот в этой книге все данные, давайте читать. Нет, специально сделано так, темные силы их разбросали по всем уголкам нашей земли, по всем библиотекам, и так далее, чтобы мы каждый раз искали, путались, развивались, спотыкались, набивали себе шишки там, и вот тогда происходит правильное мышление в голове, строится вот вся вот эта картинка, да, мира нашего понимания, отношения к друг другу. Многие учителя, которых вы сегодня видели, считаете, что они такие духовные, такие умные, прекрасные, замечательные, только можно руки целовать им, когда к ним подходишь, когда их видео смотришь, что за человек перед тобой стоит, а когда ты с ним в жизни начинаешь общаться, ты понимаешь, что он в принципе такой же, как и ты человек, только чуть-чуть большего достиг, а он также, есть у него проблемы в жизни, о которых вы никогда на видео не увидите, другие проблемы, как он раньше был, так же он и пил, и матерился, и курил, и какие-то гадости делал, и говорил, но он поработал над собой, он развился, он сделал маржубросок такой, и поэтому у него все пошло. Физкультура, она на каком-то этапе очень важный момент играет в жизни, я очень согласен, но всему есть определенный предел и понимание, когда, допустим, ребенок еще не знает, его отводят за руку в какие-то секции, там еще куда-то, родители настаивают, ты должен заниматься там-то, сям-то, когда человек выбирает себе путь спортсмена, то, конечно, он проигрывает жизнь, это понятно, невозможно быть профессиональным спортсменом и заниматься параллельно духовными практиками, потому что спорт, он засасывает, он изматывает, я еще не видел ни одного профессионального спортсмена, кто был так, супер-пупер, духовный разум, я бы так сказал, единицы какие-то, единицы там и минимум какой-то, потому что я сам спортсмен по жизни, я знаю, как спорт отвлекает от всего, он очень много забирает времени и порой ты иногда не понимаешь, ну ты качаешь эти мышцы, качаешь, 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 они у тебя растут, ты как животное, откармливаешься, сидишь, жрешь там, впихаешь в себя вот это все, да, там, ради чего непонятно, тело твое умрет через 50 лет, может еще раньше, сердце остановится, многих культуристов инфаркты происходят, они умирают очень рано, если статистику посмотрите, потому что сердце, оно не выдерживает, сердечное сосудие, эти системы не выдерживают таких больших нагрузок. На тонкоматериальный план вот эти нагрузки, они мало влияют на самом деле, только лишь физкультура, она наоборот поддерживает физическое тело в здоровье. Естественно, если физическое тело здоровое, значит и тонкие все тела будут здоровы, всегда есть взаимосвязь. Когда же вы работаете над собой, и в плане эмоций, и в плане отношений друг к другу, воспитания детей, без прессинга, когда вы взаимодействуете с природой, с людьми, со всеми вокруг, с любовью, тогда у вас все будет идти по маслу, вообще без проблем. И резюмируя все вот это сказанное, можно заниматься и бегом, и ходьбой, и физкультурой, и другими видами спорта, но без фанатизма. Если вы только не профессиональный спортсмен, и вы не ставите перед собой специальные задачи, вы гробите здоровье ради денег, ради славы, и что вы там в 30-40 лет пойдете на покой, и будете потом лечиться, восстанавливаться там, и так далее. Если вы успеете восстановить свой организм, а может и не успеете. То есть многие сыроеды, они там бегают, марафоны там, прыгают, пытаются всем доказать, что вот они на сыроедении, они самые крутые, они понимают, зачем это делать многие. Ради славы, ради денег, и так далее, ради карьеры. А если же многие идут по пути вознесения, то есть люди хотят долго жить, не стареть, может быть не одну сотню лет жить, и так далее, чтобы не перевоплощаться, это не подходит. То есть этот план жизни не подходит. Опять же таки будет повторяться, ваш выбор, вы сами выбираете, я например не настаиваю, я просто говорю то, что я знаю, увидел, сделал несколько ченнелингов различных, поэтому рекомендую вам, конечно, сто раз подумать, потому что идет пропаганда жесткая и спорта, и считается, что спорт это все, это здоровье, да это не здоровье. Питание, если будете правильно питаться, находиться ближе к сыроедению, то вот это вот здоровье. Можете даже мизинцем в жизни вот так не пошевелить, но если будете находиться на правильном питании, это в миллион раз больше пользы даст, нежели вы будете там есть, пить молоко, молочные изделия, сахар, соль, бегать, прыгать там, хоть круглые сутки, с утра до ночи. Поверьте мне, что вы умрете в 10 раз быстрее, чем тот человек, который просто будет находиться на сыроедении, и он более будет духовно развит, потому что истончается, тонкая энергия приходит в тело, более высокие вибрации у человека, он вибрирует уже на другой частоте, у него меняются мысли, чем ближе человек к спорту, чем больше человек занимается спортом, тем у него более грубая энергия в теле, огрубляются энергии, человек по-другому мыслит, и профессиональный спорт, он не совместим с духовным развитием, в основном, он утяжеляет все, ему тяжело потом медитировать, тяжело правильно мыслить потом, то есть не дает, как бы не хотели, но это две вещи, которые не сопоставимы с друг с другом, с друг с другом. Просто физкультура, да, пожалуйста, профессиональный спорт, особенно с большим количеством мясной еды, он не сопоставим с духовным развитием, с развитием тонких тел. Это вот однозначный вывод. Итак, спасибо за внимание, всего вам самого доброго, до свидания.